3500 тенге заплатил я устал у меня одышка многоженство это круто как у нас казахстане 15 лет назад неправильно они делают по идее все все брат выгляжу как самом деле это все хромакей мы на роликах катаемся в студии за степа жаном онлайн алтаным а так это обкатка материала со степь я зовут берег она пьянов поехали чуть не упал меня зовут берег я переехал в алматы из астаны совсем недавно перед отъездом я добился того что в астане купил себе квартиру и сейчас ее там в астане сдаю чтобы здесь в алматы снимать комнату на дорого сильно здесь вас тут меня на этот проект пригласили потому что я со стороны типа единстве кто на коньках умеет кататься не благодаря таланту пацаны смешные в отличие от меня не понимаю некоторых боятся тивар просто я сам служил я брал пример с деда у меня дед воевал на фронте 4 года 1500 дней отец у меня служил правда меньше чем дед всего лишь два года 730 дней я же еще меньше 35 тысяч деньги заплатил 40 дней нормально знаете я долго думал стоит переезжать не стоит мне старший брат который здесь в алматы живет гордыни пасеку наверно паришься из-за того что тени где будет жить дорого типа и барсе со мной будет жить здесь алматы вдвоем будем жить он живет и отсюда для датал дака ближе район называется улжан я здесь наверху города ни одного человека с улжаном не встретил потому что им чтобы до города добраться визу надо оформлять уже он очень прикольный район подельцы на район улжан один улжан 2 я живу в улжан бэ бэ бедный я устал у меня одышка я могу вот так вот просто повернуться и поехать чтобы холод не бил а вот сюда здрасте добро пожаловать на металл можно вам пару вопросов задать пару вопросов можно так дайте ему какой дай какой тема я буду разговаривать на это все что угодно многожелство это круто это кайфово если у тебя многочлен вот такая тема давай еще сайт ли скатаем они вот прикол есть подожди у меня потерял здесь блин у меня есть старший брат во всем лучше чем я никогда не понимал почему родители дают задание ему выполняю всегда я еще старший братья же сюда заступается за младшими как-то школе старшаки от пинали я брат она вообще не позвал старшаки его от пинали меня еще раз от пинали брат мне дома еще раз от пинал ну зачем я это все терплю мне брат горберек пойми ты кинжеты младший в нашей семье все наше имущество достанется тебе мне нахрена 2 ипотеки на на самом деле это прикольно когда ты младше посмотрите посудить с вами родители подарят квартиру отец подарит мне машину когда мне исполнилось 21 родители подарили мне братишку обманули меня где-то если хотите еще больше шуток приходите в алматы центра stand up club там крутые шутки крутые комики намного лучше чем у меня чё вы как вы я все закончил как будто мы любим друг друга короче я короче сейчас подумал что когда нас обывали есть типы которые покупают коньки на вырос по он приходит горит блин вот сейчас дыме сезонные же вот мне нужны коньки как раз по размеру чтобы я потом новую взял и сейчас а потом он говорит блин брат у меня только во втором контейнере по виду расходим я считаю что коньки скучно не интересно просто едешь и все просто очень быстро хочешь точнее неинтересно же ты куда торопишься я никуда не тороплюсь но на самом деле очень опасно не уметь кататься и кататься на коньках надо найти типа который плохо катается пацаны салам чего нормально вообще катаетесь вы умеете кататься же да сейчас просто пацана опасно вот на коньках ездить кто не умеет кататься вот если на коньки стоит это очень опасно для здоровья знаете надо научиться правильно кататься в умеете правильно кататься покажи как ты катаешься пожалуйста а ты писал и можешь а ты писал и можешь не ну так я тоже могу пацаны выслать попробуйте так сможешь так сделать спиной но с это дельфином а как правильно надо делать вот так я правильно делаю я проразил честно скажите пацаны честно прорезу у какие-то вы просто на при на при напряженный пацан как будто не просьба будто на работе вы пацаны кого-то за бабки здесь пацаны стоите надо же веселее мы же отдыхаем же кайфуем здесь это повеселее надо пацаны ладно если что если забудь как кататься резко позовите меня научилась хорошо все повеселее будьте учить 516 на 516 обрежьте его здесь заново заход у меня знакомые есть которые когда в кыргызстан приезжают говорят его как у нас как у нас казахстане 15 лет назад неправильно они делают по идее то что когда мы когда сам приезжаем и точно так же думаешь блин как в кыргызстане у нас 15 лет назад второй присты прикол с новогодним обращением тоже заметить к нас они мало кто новогоднее обращение сможет оказаться крыса не те смотрят всем интересно чё там кто там новенький нас сюрприз она смотрим он же уже поздравлял оказывается прошлом году мы все у тебя один раз остался да он не соврал на ней можно смело разогнаться тридцать месяц а чё полудного и катания не бывает джармсад полдить да все потом дальше не будет кататься никто вузов карамус воздухозой а заранда кирвас хоккей у нас на бронзар на кирваса сама все хоккеисты на брат хоккей ты хорошо играешь лучшим к иногда катаешься и а какая у тебя позиция защитник и придумал шутку ладно брат ты опять какой-то грузный все все брат конца реально защитник все верю верю родной красавчик как она сайт держи береги его как зеницу ока он спас мне жизнь пойди порви уходи на лёд но три здрасте меня зовут саша мне 18 лет о боже это обкатка материала для тесты или типа обкатка на катке не 18 лет я выгляжу как да да я на самом деле это все хромакей мы на роликах катаемся в студии за степа все обман зачем я говорил я выгляжу да очень менять и ухо проколол и все это левое ухо прокалывают натуралы а правой геи я вот микро шаг живу знаете это прям плохое оправдание надо тебя тебе подходит таки а чё у тебя серьга ухи ты чё и ты такой не вообще-то левое ухо прокалывают натуралы правая гей и он такой а ну да вот такая старик первое падение то нормально я жив вот ты чё стендап доводит мог бы просто сидеть дома я люблю казахский язык потому что в казахском языке так много красивых нежных ласковых по значению слов даже не верится что это казахи твоих женщин правда здравствуйте как видите не очень жизнь сильно помотала какой-то момент ушел со школы стал сыном комиком можно на вас шутку проверить я считаю что нам в казахстане точно стоит легализовать проституцию понимаете нет я к тому что это будет полезно для общества мы заставим их платить налоги будет депутатам кэшбэк нет мы его засняли специально чтобы сели в тюрьму потом что и все забыл я гореть пола национальность у корейцев есть такой стереотип у нас очень маленькие короткие фамилии очень компактные помещаются во рту легко вообще эти бывает такое когда я знакомишься с человеком первые 30 минут он перечисляет все корейское что было в его жизни я как-то ехал в такси это же с такси и разума цвадой мы сидим он говорит брат ты коза не горю жога греть он в а был у меня кореец хороший был я его и в хвост и в гриву брал блин и седлал седлал его какой-то момент думал вот точно про машину вообще я сейчас упаду привет это саша ца из будущего с отбитым копчиком в данный момент я падаю но 14 января пройдет мой сольный стендап концерт по адресу проспекта бая 8 а приходите покупайте билеты я всем буду рад и возвращаемся к моим потерь в общем ребята больше юмора централ алматы стендап вы слышали батыра 70 нас уже гоняет сейчас товарищ товарища последняя атака да спасибо большое мы обкатали материал полезно не полезно посмотрим приходите в централ стендап алматы все узнаем подписывайтесь на степ и будьте здоровы зоши это главное посыл зоши посыл зоши подписывайтесь на централ стендап алматы и на нас там внизу будет наши инстаграмы